И вот ещё одна крепость, ёбаная цитадель. Ну что, в принципе, давайте посмотрим, она идёт 8 минут. Я не знаю, почему видео стали выходить такие маленькие, может быть, просто на геймскоме действительно такой большой проходняк, и каждый пытается успеть записать что-то, да, для своих каналов, но... Эх, 8 минут, господа, это ж пиздец. По старинке они листают эту хуйню. Вот эти лучники, арбалетчики. А если их просто менять местами, можно втюхивать этот нормальный... 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 Как оно будет, блядь? Нормальную, короче, армию собрать. Но я думаю, если менять их местами, то, в принципе, нормально. То есть, допустим, если одного, допустим, первого, да, убрать со своего места, нельзя будет купить, конечно, армию, лоха и вся хуйня, но если его запихнуть в самую последнюю ячейку, то есть, или в предпоследнюю, если последняя закрыта, то там же будет писаться, типа, что мы можем сюда вставить, мол, капитана, типа, нажми кнопку, ты нажимаешь, вставляешь туда капитана, и ты можешь покупать, допустим, арбалетчиков, да, если они тебе нужнее. Ну, так-то прикольно. То есть, если ты открыл все ячейки, да, они у тебя все открыты, просто у тебя не хватает капитанов. Ты берешь ненужного, смещаешь его, допустим, на шестую там ячейку, и там, допустим, покупаешь какую-то хуйню. Это прикольно. Только меня бесит немного тот момент, что они постоянно выходят против полных армий. То есть, четыре сраных капитана против раз-два, ну, блядь, их там семеро. Это ж пиздец. Семь оверлордов, оверлордов, плюс их бодигарды, это пиздец. Еще, ну, точнее, ворчев, да, вождей. Ну, блядь, плюс их не бодигарды, это жесть, это ж пиздец. Их реально дохуя, просто дохуя. Одному это будет реально, вот, видос, просто челлендж, да, снять самая последняя сложность, полная цитадель, и просто ты без уруков приходишь. Не, ну, ты можешь их призвать, а потом просто, типа, взять одного в захват, а то есть одного взять с собой, если нельзя, допустим, начинать крепость Асол без вождей своих. Ты вызываешь одного, он, ну, начинается игра, ты догоняешь его, берешь в захват и приказываешь ему отступить. Все, и получается, ты играешь один. Это что, Дарк, да? Нет, это... Да, да, Дарк, ничего себе. Опять Сталкер. Чему так темно, блядь, пиздец? Вроде и солнце на улице, а так темно от экрана, пиздец. Они думают, что они могут спрятать нас, но они, которые должны быть опасны. Все пытаются сломать основные ворота или перелезать через стены. Он один уже перелез, второй вздох. Третий перелез, он в ярость вошел. Че ты делаешь? Нихуя, Крофен? Это, заметьте, 720. То есть, пиздец. В 4К, видимо, видео. То есть, на Xbox, видимо. Или на ультра-дефорсском PC. Заклейми его, Dominate! Ну, дебил. О, видите, они даже, типа, мухи не дают им играть. Точнее, стрелять. Играть, блядь. Ну-ка, дракон. Давай-ка ты послужишь делу. Так медленно летит вообще. Крейсерская скорость. Ой, блядь, пиздец. Ну, началось. Ну, это ж видео все равно не полное. То есть, он захватит одну точку буквально, и все. И она оборвется. Поэтому я не вижу смысла. Ну, точнее, смысла ему напрягаться, да? То есть, что-либо делать, кого-то либо возрождать вообще. Ему пох. Вот, у Аллахая и так ХП много, и они сильные. Так он еще и танк. Он выдерживает очень много ХП. Точнее, урона. Потому что у него много ХП. Хуяк. Подними своего Аллахая, может, хоть что-то сделать. А не сольешься. Ты посмотри, он вроде пытается. Хотя, что-то его не... А, арбалетчик же должен был выстрелить. Кто свалил, тот и добивает. Могу уклониться, пока была бы возможность. Он в упор стоит. Он стреляет сейчас. Блядь. Это нечто. Это, по-моему, последний лэш шанс. Да. Все, у него больше нет. Нет, еще одно падение есть. Еще одно падение, и он сдохнет. Хотя мы этого не увидим, ведь видео закончится. Заклейми этого Аллахая, ёпта. Террор-танк, по-моему, да? Че он красным? Че он? Че это было сейчас? Че это было сейчас? Че с Аллахаем? Че он, блядь, красный? Нихуя себе. What the fuck? Типа... А, он отхилился? Ёптвою! Он отхилился, как? What the fuck? Ебать, непонятно. Я... Видимо, у него способность есть, типа регенерация какой-то на поле боя. Сейчас его убьют. О, он его добивает уже. Арбалетчик, блядь, напрыгнул на него, будет сейчас расстреливать. Он его уже расстрелял, все. Добил. Капец, в упор просто убил арбалета. Там Аллахай, кстати, уже по второму разу истекает кровью. По второму кругу. Один раз истек. То есть, круг полностью восстановился. Потому что бляда вот... Достаточно долго уже идет. Он его не спасет, он сдохнет. Он встал, что ли? И опять упал на колени. Вот что это такое? Сейчас видео, кстати, закончилось. Вот этот Аллахай, он только что встал на колени. Встал, ударил один раз и снова упал. Я говорю, это как-то странно работает эта система в лид-ауте. Это нужно четко поиграть и понять, как она работает. Какого хуя он встал? Ладно бы он был в ярости, но я не знаю. В общем, такой вот был ролик. Да, 8 минут, я говорю очень коротко. Но хоть что-то, да. Все равно ничего не было целый день. Ну ладно, плевать. В общем, надеюсь, вам хоть как-то зашло. Все-таки было скучно, на самом деле, 8 минут. Ну ничего не поделать. Какие есть, такие и есть, да. Так что будем ждать нормальную, хотя бы 30-минутную версию, желательно. Чтобы полный ассолд. Ну, в принципе, можно базоверлорда, но хотя бы ассолд. Все, всем удачи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...